Всего в России насчитывается более 15 магазинов, работающих под брендом «Икея», а штат компании достигает порядка 15 тысяч человек. В начале марта этого года на фоне событий на Украине торговые точки временно приостановили работу, а часть персонала стала заниматься возвратами товаров и обслуживанием магазинов и складов. Ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок послужило поводом для нового решения компании. «Икея» заявила об отсутствии возможности возобновить продажи в будущее. Как следствие, группа компаний «Интер-Икея» и группа компаний «Инка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес «Икея» в России остается на паузе. Такое объявление размещено на официальном сайте торговой сети. Напомним, что в России также есть четыре фабрики «Икея», расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. На данный момент они уже ищут своего покупателя. Целый ряд компаний, таких как «Макдональдс», «Икея» и других крупных брендов, они, Россия, вынуждены под давлением своего, так сказать, правительства, ну, скажем так, покидать экономическое пространство России. Вот. Но совершенно понятно, что те производства, те производственные мощности, которые у них были ранее размещены на территории России, они с собой забрать не могут. И возникает закономерный вопрос о том, что эти площади простаивать не должны. Как считает эксперт Казанского федерального университета, в данном случае можно ожидать развития ситуации, аналогичной с американской корпорацией «Макдональдс». Вместе с рядом иностранных брендов она объявила о приостановке деятельности в России в связи с событиями на Украине. И совсем недавно обладателем российского бизнеса «Макдональдс» стал предприниматель Александр Говар. Тогда сеть ресторанов стала развиваться под новым брендом «Вкусно и точка». Предполагается, что такое развитие событий ожидает и российское подразделение «Икея». В рамках производства «Икея» они будут, скорее всего, сохранены, а может быть, даже улучшены. В конце апреля решение о продаже российского подразделения принял и польский производитель одежды «ЛППМ», под управлением которого находятся бренды «Резерт», «Хаус», «Кроп» и другие. Магазины приобрел китайский консорциум, после чего ранее закрывшиеся торговые точки стали открываться по всей стране под новыми названиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова